Народный праздник Оленин день. Отмечаю 3 июня. По церковному календарю это дата почитания памяти святой и равноапостольной Елены Константинопольской царицы. На Руси считали, что Олена, Елена, покровительствует льну. Люди обращались к ней с молитвами и просили дать большой урожай льна, чтобы не остаться без одежды. Царицу Елену начали называть равноапостольной за то, что она возвела христианскую религию, статус государственный. Также она нашла животворящий крест Господень и на месте находки возвела храмы. Святая Елена родилась и в бедной семье в Малой Азии. Вышла замуж за консула Галлия Констанция Хлора. В 272 году она родила сына Константина. В ходе войн он стал рамским императором. Константин перенес столицу в Византию и объявил христианство важной религией. В 80 лет Елене приснился вещий сон, в котором ей было указание пойти в Иерусалим и рассказать людям о том, что до тех пор скрывалось. В 326 году она нашла крест, на котором был распят Сын Божий. Вскоре после обнаружения важной находки равноапостольная царитель Константинопольская умерла. Традиции и обряды праздника Оленин день 3 июня. В этот праздник молодые девушки не плели коз и просили святую Елену о том, чтобы она их благословила на свадьбу. В Оленин день огородники сеяли яровые злаковые культуры – ячеминь в речку. Хозяйки продолжали посадку огурцов, и если они уже дают ростки, то для хорошего урожая проводят следующий обряд. Женщина должна втайне оттянуть ногой старый ботинок от порога дома до огуречной грядки, приговаривая олени льны Константину огурцы, оставить его там и произнести заговор на урожай, говорить следующее о том, чтобы огурцы так же и густо заплетались, как по земле плелась обувка. Женщины в этот день не плели косы, ходили с распущенными волосами. Существовало в народе примета, что если их коснется Алёна, то волосы становятся подобно льну мягкими и длинными. Если до этого времени крестьяне просили дождя, то 3 июня, на Оленин день, это запрещалось. Жители поднимались на самый высокий участок речного берега, разгоняли тучи, размахиванные руками. Существовала примета, если на Алёну пойдет дождь, то осень будет ненасморь. Приметы дня 3 июня. Если на Оленин день пасмурно и льет дождь, то осенью ожидается такая же погода. Если дождь идет везде, а еще и град, то 3 декабря посыплется крупный снег. С вечера луна видна в кругу, погода резко испортится. На рябине много соцветий, урожай льна будет хорошим. Кукушка громко кукует в солнечной погоде. Над лесом стоит густой туман, грибы начнут расти с особенной скоростью. Родившимся 3 июня способность к рукоделию. Им подходят такие драгоценные камни, как изумруд и янтарь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова